У нас начинается новый день и сегодня мы продолжаем свой путь дальше, до Каламы сначала доедем. Здесь у нас автобус идет из Антопокаста до Каламы около 3 часов и стоимость составила 5000 чилийских песо, то есть это где-то примерно 500 рублей. И там мы пересядем на другой автобус, который идет до Санкт-Петро-де-Атакама. Можно было бы уехать и отсюда до Санкт-Петро-де-Атакама, но было очень неудобное время отъезда и очень мало автобусов. В Каламе должно быть гораздо больше рейсов, поэтому мы на это надеемся, но если что там недалеко забираться до Санкт-Петро-де-Атакама. И я не уверена, что у нас сегодня получится что-то там посмотреть, потому что нам нужно еще найти хостел, где мы остановимся, так как наш каучсерфер вчера слился. Вот такие вот дела бывают с каучсерфингом тоже. Ну что, отправляемся дальше. Мы сейчас находимся в Каламе и для того, чтобы уехать из Каламы до Санкт-Петро-де-Атакама, здесь не так часто ходят автобусы, они ходят по расписанию и всего лишь три компании отсюда отправляются. Ближайшая от той станции, на которую мы приехали, находится примерно в 600 метрах от него. На улочке прям подходишь, там два офиса, они рядышком, друг с другом находятся. Стоимость 1 этажа всего 3000 миль. Вот. И 3 автобуса в день, насколько я вижу, в 8.00, в 13.30, в 18.00. Все. Больше нет. То есть в другое время не уедешь. На Каламу, в общем, мы по ней погулялись, посмотрели. Она нам, ну, немного приличнее, чем Антофагаста. Здесь почище, здесь ходит очень много, здесь ходит очень много полицейских на улице. Такое чувство, что это место не особо безопасное. Вот мы находимся вот в таком вот терминале. Здесь вот касса, расписание. Вон там стоит наш автобусчик. Такая вот прикольная карта здесь нарисована. Ну вот. Осталось немножко подождать на 13.30, мы скоро отправимся. Вот она, южноамериканская бунтуальность. Автобус должен был отправиться в 13.30. Уже прошло 7 минут, а мы все еще стоим. Наш автобус опоздал на 20 минут, но, слава богу, мы не в осенне. Вот такой вот. Будем смотреть потом, какие в Боливии автобусы. Этот двухэтажный, как обычно. А вот этот, кстати, мужик, он не только еду продает, но и билеты проверяет. Не такая уж и безжизненная эта Атакама. Что-то зелененькое мелькает. И есть еще там какие-то солончаки, что ли, непонятно, лужицы какие-то. Вот она. Вот она там. Дни у того окна сели. Вот она, Сан-Педа до Атакама. Сейчас мы будем искать хостел. А у нас уже к Сан-Педа спускается ночь. И смотрите, как солнце красиво подсвечивает горы. Вон там, вон, тоже немножко видно. Но это не совсем горы, это вулканы. Ой, смотри. А мы сейчас хотим вот сюда зайти, чтобы приобрести тура. Мы пришли в какое-то заведение. Тут никого нет народа. И во многих кафешках и ресторанах здесь практически нет никого. Заказали себе свитч и микс на двоих. Очень дорого выходит. Тысяча семьсот рублей. Но зато здесь есть огонь. Смотрите. Вот такое вот место. Тут принесли Сайдиш. Даша. И вот он, огонь. Мы сели рядом с ним, потому что здесь сейчас опустил солнце, ушло и стало очень холодно. А днем было ужасно жарко. Перепад температур просто феноменальный. Смотрите, какую порцию для двоих нам принесли. Это свитча. Тут свитча из какой-то белой рыбы. Это свитча из насоса и осьминожки. Тут авокадо. Кстати, для тех, кто любит авокадо, ребята, чили просто авокадовый рай. Тут даже хот-доги. У всех гамбургеров везде его добавляют. Сейчас будем кушать. Первый раз попробовала свитча из осьминога. И мне очень понравилось. Осьминожек, он такой прямо мягенький, жующийся. Просто потрясающий. А вот это вот, кстати, жареная кукуруза. Она такой необычный тоже вкус, но в принципе вполне можно есть. Доброе утро. И солнечная Дакама. Мы сейчас отправимся на искусство. Поэль Типлона. И нас придет ждать несколько лагунов. И еще какой-то небольшой город, где мы будем обедать. У нас было приобретено вчера два тура в одной компании. Фокс, Даша любит лис. Поэтому мы выбираем только их. И два тура стоили 45 тысяч песо. Это получается два дня. Первый день вот у нас сейчас будет это Альтиплана. А завтра мы поедем на Эскандидас. Это лагуны, в которых можно даже покупаться. Но вода там холодная. Не знаю, будем ли мы купаться. Альтиплана в Токунау. Альтиплана в Токунау. Приехали в поселение Токаная. Здесь архитектура. Отличается от Сан-Петро-Атакамовской. Очень красиво. Но самое главное, сохраняет тепло. Это самое важное. Сделано оно из скалы. А сейчас что-то с ламами связанное будет. Ни фига себе, кактус. Как дерево. Ой, ламочки. Ой, такие вилашки. Альтиплана. 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 Так паяно. Альтиплана. Альтиплана. Ой, очень красиво. Даша кормит их лам. Даша, скажи, какие они милые. Очень милые. Я не смогу попробовать мясо ламы. Забрать. Здесь ткацкие станки, из которых получается вот такое вот. Это из лама. Это явно из лама. Она очень мягкая. Вот как все это плетется. Как в старые добрые русские времена. Здесь вот располагается главная площадь. Забыла, как уже называется это поселение. И вот здесь вот такая вот колокольня использовалась тогда, когда умирал человек. Здесь звонили в колокол. И, кстати, вот эта вот дверь и вот наверху вот эта вот крыша, они сделаны из того же кактуса, что мы сейчас с вами видели. Сейчас находимся посередине токамского салончика. Это лагуна Чакса. И сейчас за вход в эту лагуну нужно заплатить две с половиной, по-моему, тысячи песо. И там можно ходить только по определенной территории, которая обозначена камушками. А потом нас ждет завтрак. Так вот выглядит Атакамский салончак. И мы находимся прямо в самом-самом центре. Вот это наша машина. И, как видите, здесь много подобных туров. Вот так вот выглядит входной билет. И еще дает вот такую вот памятку. Смотрите, какая интересная птичка тут бегает. Прямо рядом с нами. Полтора метра от меня. И что-то кушает. Смотрите, носик какой. В мире животных. Предполагается, что мы находимся в пустыне. А пустыня-то вроде бы как жарко. И солнышко светит. Но ни хрена не жарко, блин. Холодно пипец хоть. Надеваю еще десять кофт на себя. Зато только посмотрите, как потрясающе все это выглядит. Фламинго хоть не так и близко, но все равно это шикарно. Такая гладкая-гладкая вода. В мире животных, блин. Ослики дикие. Смотрите на это. Целое стадо. Ааа, я думаю, что это мальчики и играют по земле. Да. Четыре тысячи метров. И я себя нормально чувствую. Невероятно. Мы сейчас на высоте четыре тысячи метров. И здесь довольно-таки сложно дышится. Я прям чувствую, как мое сердце пьется. Но здесь такая красота. И вокруг все желтое. Потому что мы на такой высоте. И там далекие куни сейчас покажу. А мы сейчас подъехали к лагуне Мискантии и Меникис. Здесь тоже нужно купить билет. Стоимость составляет три тысячи песо. И сейчас мы поедем дальше. Через минуту будем на месте. А вон там, вон говорят, векунья. Здесь мы можем видеть по берегам как раз вблизи соль. Вот это вот все белое. Это все соль. А мы сейчас подъехали к второму озеру Меникис. Если честно, первый мне больше понравился. Более живописный, чем этот. Вам какой больше нравится? Первый или вот это второе? Добро лезть до самой главной достопримечательности, которую мы с Ташей очень хотели увидеть. Это Пьетрос Рохас. К сожалению, на данный момент близко к этой достопримечательности подъезжать нельзя. Но когда-то, всего лишь два года назад, можно было подходить к тем соляным озерцам, которые здесь представлены, и там прогуляться. Сейчас это запрещено, потому что некоторые туристы нададили там. И это место закрыли. Я не знаю, насколько близко еще можно будет подъехать. Но это вот пока весь вид на это место. И, кстати, здесь вот ветер дует всегда. С этой стороны вон туда. И там уже дорога, которая идет здесь, переходит на сторону Аргентины. То есть мы уже близко к дороге, к границе с Аргентиной. Очень красиво. Так обычная нам дорогу перебегает. Викуни понеслись вот у Клентиной скорости. Блин, ванули, а? Наша экскурсия подошла к концу, и сейчас у нас включен еще обед в типичном ресторанке. Здесь, видимо, много группа останавливается. Здесь сейчас поставили нам всякие ссылки, непонятную штуку. Это острое? Очень острое. Тебе как нравится? Да, оно очень острое. Вот, и сейчас должны принести местные блюда. Мне принесли чечевичный суп, крем-суп. Забыла вам показать второе. Надеюсь, вы меня простите. В общем, все, мы уже закончили. Наявись, я объялась. Кошмары в этой порции. Они для меня большие. Вот. И через час мы уже будем в своем хостеле. Надеюсь, там нормально сегодня работает интернет. Здесь еще в этом поселении есть вот такая небольшая царкушка. Ну, вот она. Вернее, это даже просто, наверное, клоковенько с царкушкой. И там еще была, по-моему, одна. Пока едешь по трассе, вот стоят вот такие значки. Причем с разными животными на разных участках. Здесь вот, например, я так понимаю, какие-то порнокопытные. Еще были... Страус был нарисован. Лиса. Ну и, конечно же, викунья. Потому что их здесь целая куча бегает. Вы уже их видели. А вот, кстати, и вторая церковь. И вообще здесь очень красиво. Вот так вот она выглядит поближе. Вот такая молодая царкушка. Мы уже в Сан-Петер-де-Атакама. И сейчас пойдем узнаем про автобус до Хухуя. Чтобы здесь не стопить. Потому что здесь как-то очень мало машин ездит. Надеюсь, я уложу из 20 тысяч песо. Это все, что у меня осталось. Доброе утро, ребятушки. У нас сегодня предстоит велозабег. Будем смотреть лунную долину и долину смерти. И вот байки. Это женские. Стоимость составляет 3 тысячи песо. То есть 300 рублей за полдня. Нам больше не нужно, потому что во второй половине дня мы поедем на экскурсию на клевые лагуны Эскандидас. Даша вон уже подготовилась. Шрем надела розовый. И мы сейчас отправляемся в путь, как всегда, с небольшим запозданием. Посмотрите только по каким дебрям мы сейчас едем. Мы незаконно вторглись на территорию лунной долины. Но у нас больше нет денег, поэтому у нас только такой выход. Добрались мы таки до лунной долины. Честно, не дается мне это студом. Потому что в горку то с горки. Причем перепады высоты очень большие. Это только начало. Так, посмотрите на этот пейзаж. Сегодня, кстати, жарко. Пока не меряю. В лунной долине точно. Дашка заставляет меня идти непонятно куда. Я уже не могу. И я не знаю, успеем ли мы вовремя вернуться. Потому что такие поездочки для меня это настоящий стресс. Сейчас надо заниматься физкультурой. Кошмар какой-то. На что способен Буллайка ради красивых фотографий? И ведь никакой отдачи, а? Никаких лайков. А она рискует жизнью. И Даша наконец-то согласилась, что я была права по поводу фотки. Что вот оттуда было бы лучше сфотографировать. Ну все. Сдали на луну все покончено. Мы оттуда уже вернулись. Сдали наши велосипеды. Успели вовремя. И обратно получилось ехать даже быстрее, чем было ехать туда. Потому что даже я со своей неподготовленностью и медлительностью умудрилась доехать обратно примерно за час. Это очень-очень хорошо. Поэтому по этой дороге обратно ехать намного легче, чем ехать туда. Вот. И сейчас я сижу в офисе агентства, у которого мы приобретали поездку до Эскандидас. Жду Дашу и других двух пассажиров, которые будут с нами на этой экскурсии. И, кстати, я уже поменяла одежду. Поэтому сейчас покажу. Сейчас увидите какие шикарные таланты. Надеюсь, они оправдают мои ожидания. Нас загрузили в машинку и мы отправляемся в Эскандидас. Уху-ху. Уху-ху. Уху. Уху. Уху-ху. дорога ведет к этим лагунам не асфальтированная здесь вот находится пропускной пункт как видите стоимость входа составляет 5000 песо для иностранцев здесь же в этом месте находится также туалет где вы можете переодеться вот и начинаются эти воды насколько холодно не знаю на купальнике мы надели тут 7 лагун и так в 1 и 7 можно поплавать но что-то нам по-моему дает только один час мы идем вот это это соль представляете вообще я в шоке авто потушках смотрите как красиво отображаются облака в этих озерах вот это вот все 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 это соль если честно вот это вот выглядит больше похожим на лунную долину нежели то где мы сегодня были посмотрите на прям очень прозрачная и на дне видно что это соль наконец-то отцветка тоже похоже на льдины смотрите на это сочетание пока им какого-то коричневого коричневого цвета внутри какой-то зеленый изумрудный это последняя последняя лагуна в которой можно купаться мы сейчас помылись в душе вода здесь оказалась холодная примерно той же температура что и сами терми если честно то мне не понравилось я ожидала гораздо большего может быть поэтому и такая фигня вышла и я бы сюда второй раз уже никогда бы не поехал это сомнительное удовольствие честно лучше бы попарились в термах пуритама или как там ее называют в общем этому месту я бы дала бы двоечку и экскурсию но это так себе то есть тебя 45 минут визу до этих лагун ты по ним гуляешь около часа и через час ты моешься едешь обратно ничего интересного в общем вчера был отличный день сегодня была эта экскурсия слабоватенько а мы сейчас отправляемся домой я так хочу кушать вообще трындец потому что мы сегодня так торопились что не успели ничего не успели пообедать вот а завтра завтра мы уже отправляемся другую страну завтра мы отправляемся в аргентину и знаете в какой город хухой не знаю как вам а мне смешно так что до завтра оказывается наш экскурсия еще не закончилась и нас сейчас привели положить закат и готовит какой-то напиток здесь вот какие-то руины а вот тут розовый закат вот такой у нас сегодня закат даша готова попробовать песка сауэр первый раз своей жизни не видно вкусно вкусно